И хотя уже Валерий давно живет такой отдельной самостоятельной жизнью, для меня он все равно как часть какого-то Браво. И это большая была радость, что он согласился поучаствовать в этом проекте. И общаясь могу сказать только одно, что вот как вы видите его на телевидении, веселого, жизнерадостного, такого вот веселого, смешного человека. Простите, ради Бога. Позвольте я представлю лучше вам слово. Жалко, он не пришел в этот веселый, жизнерадостный, поэтому у меня с него я. Спасибо, друзья. Очки только для того, чтобы посмотреть и читать. Могу без очков пока говорить, да к счастью, далеко вижу хорошо. Когда Георгий мне рассказал об этом проекте, нас познакомил Ефим Шифлин, у него тоже вышла книжка. Он вот нас знакомит, говорит примерно то, что вам так же увлекательно и энергично о том, что существует такой проект. Вот не хотели бы вы написать про какого-нибудь животного? Тут интересно, я спрашиваю. Лев есть? Он говорит, лев занят. Тигр есть, тигр занят. Я подумаю, хорошо, через персоналий зайду. Андрюша Макаревич, что-то написал, да. Про кого? Про змею. Я думаю, ну если змея, я занятого же. Надо брать что-то более оригинальное. И тут я вспоминаю, что у Михаила Михайловича Жванецкого есть замечательное маленькое эссе, финал которого является моим девизом много лет. Вы пробовали зашвырнуть комара? Он не летит, куда вы его бросаете. Он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Вывод. Надо быть легким и независимым. Вот легкий и независимый – это два таких вот прилагательных, которые я обожаю. И я подумал, что, наверное, уместно, опираясь на это, взять и написать «Я комар». Дело в том, что я решил написать, что я такой комар-пилот, стиляга, легкий и независимый. Но Георгий меня тут же поправил. Это будут считать детишки. Это очень сложно для них, легкий и независимый. И будете писать отделы размножения, избегайте и этого слова. Это должно быть такими словами. Вот представьте, что вы пишете для своего шестилетнего ребенка. Нужно, чтобы он это понял. И самое интересное. И мне дали специалисты в области биологии, зоологии некую шпаргалку. И там тоже было, как у Аркадия, масса интересного, чего я не знал. Во-первых, тоже продолжительность жизни комара, она колеблется. Как и в жизни людей, самки живут потольше. У нас тоже мужчины во всем мире, их век более короткий. Но самое было приятное написать вначале. «Дорогой мой юный друг, если ты думаешь, то я то самое вредное насекомое, которое кусало тебя в прошлом лету, ты ошибаешься. Я шустрый, добрый и элегантный комар». А кусаются у нас только девочки. Так как хотелось в скобках написать «мужчина», но вы меня понимаете. Но тоже пришлось сдерживать себя. Я написал прямо, мы договорились, первую же ночь я сел и, так сказать, штурмом таким, чтобы было интересно. Что задача была сложная. Вот донести эту информацию, сделать, чтобы это было не занудно. Уж насколько это получилось, вы сами будете судить. Но компания, согласитесь, замечательная. И это оформлено, это приятно держать в руках. Поэтому для меня был вопрос решен, прямо уже в первый же день мы договорились. Это я не люблю песню «И бесплатно отряд поскакал на врага». Не люблю. Но в данном случае вот эта безвозмездность, она абсолютно естественна. Во-первых, для детишек. Во-вторых, согласитесь, это очень красиво. Вот так взять и купить для ребёнка что-нибудь из этой серии. Это познавательное. Вот это сочетание даёт мне право считать, что это не безнадёжное занятие от меня. Ну и потом, согласитесь, я всё время отказываюсь, когда мне говорят, вы пишите. Сейчас, вы знаете, пишут много. И мы не обязаны с вами всё это читать. Но вот так кратко и лаконично, это замечательно. Поэтому и меня записали в писатели, остальное я оставляю на вынужденный простой, как я говорю. С детства осталось. Когда болеешь, хочется что-то делать другое. Вот и я говорю, не дай бог, заболеем или что-то вынуждены будем не так часто гастролировать, как сегодня. Вот тогда и будем писать, может быть, что-нибудь. И то я люблю всё короткое, не длинное и не затянутое. Поэтому спасибо вам, Георгий, что дали мне возможность своим визитом оказать вам честь. А вот если бы вам предложили самому выбрать, не комаралок, а вот кого вы хотели. Я выбрал сам, мне понравился наш диалог вначале. Я ещё, знаете, вначале я уцепился, чтобы красота была. Я как ребёнок, когда я был в Африке первый раз и видел там сафари, наш гид, юноша со степенью бакалавра, сказал, вам повезло, страшно. Мы засекли место и вы сейчас сможете увидеть спаривание леопардов. Мы говорим, а что такое, что такое лекарство? Он говорит, я шесть лет работаю, ни разу не видел, вооружившись под аппаратом, мы подъехали. Как происходило с паренью леопардов? Он сказал, что это длится у них трое суток. Раз в году трое суток. Значит, самец леопарда набрасывается на самку с рёвом, чуть менее эффектным, чем изобразила Ирина. Но совершает свои, как говорят у нас в МВД, развратные действия. Потом опять полежит полчаса, опять набрасывается. Вот мы смотрим, ну минут, наверное, сорок. Смотрим, он туда, назад. Нет, лежит он минуты три в паузах. Набрасывается. И вот с нами была супружеская пара рядом, и жена говорит мужу, видишь, как трудится парень? На что его ответ мне понравился. Он сказал, дорогая, ну это раз в году. И выдержав паузу, добавил, кстати, никаких подарков. Поэтому я думал, что-нибудь вот начать от леопарда. Но вот спасибо большое Михаилу Михайловичу Манецкому, который... Комар был выбран не случайно. Я как бы подытоживаю, хочу сказать, что у комаров четыре жизни, а у нас одна. Поэтому не пропустите, читайте. Комары, я имел в виду четыре жизни, это личинка, куколка. А, получается, в начале и кринка, и личинка, и куколка, и несоответственно сам комар. Четыре жизни. Поэтому вы не теряйте время. Приобретайте эти книги, чтобы и убрать этот вопрос. Сюткин споет. Сюткин споет. 24 марта в Крокус-Сити у меня юбилейный концерт, развернутый, отчетно-перевыборный, как хотите его называйте. Друзья придут поздравить. Вот это я имею в виду рекомендовать для всех, для первческих. А сегодня мы собрались вот по поводу литературы. Обязательно, обязательно приобретайте, читайте что-то живое. Кому не нравятся современные гаджеты, хотя в детстве мы говорили это слово «гаджеты» совершенно по-другому, когда жаденом говорили «гаджеты». Читайте в электронном, потому что это и есть самое лучшее времяпровождение. Поэтому Эмил Букс, Аркадийнин, Ирина, Ирина, и огромное количество еще действительно интереснейших, замечательных людей. Но что, поверьте, каждый зверь уникален, каждый зверь неповторим. Акулу написала директор Московского зоопарка. Так получилось, что она имеет фамилию Акулова, поэтому у нас вышла книжка, называется «Я Акула». Написала автор Акулова. Ака Макаревич хотел. А, Макаревич он в первую очередь. Но вот, к сожалению, когда, да-да-да, он, конечно, хотел рассказать про Акулу, но когда узнал, что директор зоопарка, тогда вот никак. Тогда начали думать и пришли к такой идее написать книжку «Я гадюка». Думаю, все будут довольны. Представляете, Макаревич, я гадюка. И наши коммунисты скажут, ну, мы же давно об этом говорим, да? И люди, так сказать, с хорошим чувством юмора скажут, ну, молодец, Андрей, вот, молодец. А сюда вы принесли? Она есть на первом этаже. Первом этаже. Да-да-да. И вообще все книжки есть на первом этаже в детском отделе. Так что вот я надеюсь, что кто-то еще потом подойдет, может подписать у авторов и, ну, вообще просто купить эти книжки. Рассказывайте про эту серию, потому что вообще просто большой проект. И аналогов, кстати говоря, в мире нет аналогов этой серии. Потому что ни в одной стране мира у нас не было, чтобы известные люди от первого лица рассказывали о зверушках, так как там уже еще и занимательно и весело. Вот, да, Сергей Юрский у нас чудеснейший, великий, написал книжку про кота. Веремин Смехов, по-моему, он сегодня или завтра будет здесь тоже еще выступать. Еще, правда, не вышла его книжка, но он у нас крокодил. Вот, он как-то вот очень любит крокодилов и решил написать книжку «Я крокодил». Так что будет много еще интересных шнуров в очереди. Будет... Кого? Не поверите вообще просто. Это вот целая игра, отгадывать, кто кого пишет. Но он сам выбирал. Он про себя. Он про себя. Да, он будет. Я шнур. Георгий Михайлович, я знаю, что у нас немного ограничено время встречи, поэтому хотелось бы у каждого из гостей еще попросить небольшое пожелание маленьким читателям и взрослым читателям, которые будут непременно читать ваши книжки. Я имею в виду, что вот здесь вот лежат книжки, можно взять и подписать сейчас у авторов. Будет автограф на память. Да, с вами перейдем к автограф-сессии. Да, да, да. Пожалуйста, небольшое пожелание нашим читателям, юным, тем, кто постарше. Маленьким читателям я желаю стать рано или поздно взрослыми читателями, а взрослым читателям я желаю пасть в детство. Прекрасно. Прекрасно. Я желаю маленьким читателям, молодому человеку, он один у нас представляет. У меня вот еще есть пикалка, и вот леди юная сидит. Будьте заняты, все же читайте книжки, выпиливайте. Вот что вам нравится, вы будете заняты, вы всегда будете здоровы. Болезни не прилипают к занятым людям. Будьте здоровы и счастливы. Маленьким читателям я хочу пожелать не всю жизнь ездить на маме, как это делают детеныши Кау, а рано или поздно с ней слезть и самостоятельно штурмовать высоченные эвкалипты. А мамам и папам я хочу пожелать быть такими же терпеливыми, спокойными, уравновешенными и пушистыми, как Каалы, когда детеныши брыкаются у них в сумки и дергают их за шоу с этого пора. Распищайтесь окружающим миром и пытайтесь его рисовать, может быть, потому что 80% информации через глаза, в зоне. Поэтому любуйтесь. Огромное спасибо. Сегодня у нас в гостях Георгий Купала, Аркадий Инин, Валерий Сюткин, Ирина Лукьянова. Аплодисменты нашим гостям. И Владимир Долгов, художник и рестратор. Аплодисменты нашим гостям.